Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Бондаренко. И сегодня я хотел бы осветить тему о различных фазах на этапе тяги при рывке классическом, при взятии на грудь. И развеять миф о необходимости отрабатывать такую фазу, как подведение колен под штанг. Тяга состоит из нескольких фаз. Сейчас мы подробно это не будем разбирать, но коротко пробежимся. Есть фаза съема штанги, есть фаза подведения колен, есть фаза финального разгона штанги. Есть на самом деле еще другие фазы, но мы сейчас должны остановиться на фазе подведения колен. В момент перехода от первых фаз к фазе финального разгона штанги у нас происходит, если посмотрите замедленные съемки рывка и толчка атлетов, происходит фаза подведения колен. То есть, когда с такого положения колени уходят чуть вперед. К сожалению, многие тренера по кроссфиту и многие атлеты в кроссфите в основном пытаются отработать фазу подведения колен. То есть, что они делают? Делают вот такие упражнения. То есть, специально подводят колени сюда, то есть, отваливают спину назад и пытаются рвать с этого положения. Либо вот с такого положения пытаются рвать. В таком случае мы можем наблюдать, это часто наблюдают, в зале у них формируется неправильный двигательный стереотип. То есть, такая ошибка, как отвал спины, плечей до завершения подрыва. То есть, они всю нагрузку, вся нагрузка уходит на ноги, разгружают спину и получается достаточно мощное движение при этом. Триктория также при этом получается неоптимальная. Вот так называемая фаза подведения колен, она же амортизационная фаза. То есть, происходит амортизация, в этом определении много скрыто. Это фаза, которая происходит автоматически. То есть, это фаза, которую не нужно отрабатывать. То есть, отрабатывать эту фазу, это крайне вредно и влечет за собой неформирование во многом неправильной техники, нерациональной техники и приводит часто к травматизму. Поэтому, отрабатывать надо различные фазы. Фазы съема, фазы финального ускорения, то есть, подрыв. Стараться отрабатывать такие упражнения, как тяга средней фазы, чтобы правильно проходить уровень колена. Чтобы не бить по колену, не обводить на расстоянии большом. Вот эти фазы нужно отрабатывать. Фазы опорного подседа по штангу и другие. Но фаза подведения колен, особенно акцентировано это внимание, когда при отработке формируется, еще раз повторюсь, такая ошибка, как отвал до подрыва. То есть, когда до полного распрямления в спине и в ногах, вот такое положение получается, и работа идет преимущественно с ног. То есть, спина практически выключена из работы. Ни максимальное усилие, ни оптимальная траектория. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь видео. Оставляйте вопросы в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!